Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой взгляд. Снимаю для вас свой сегодняшний аутфит. У нас потеплело и были такие запросы посмотреть на мне, как смотрится вот эта футболка, которую я недавно купила. Значит, вот так она смотрится. Здесь такие красивые пионы. Она у меня 42-44 размера и вообще она такая оверсайз. Но для жары мне даже нравится, что она не в облипку. Цветы также и на спине, как я вам и говорила, что рисунок в принципе практически до талии. Я буквально до мамы, мне там надо у нее кое-что взять. Ну вот вам снимаю, как смотрится эта футболка. Красиво. Бурматиков. Вот так выглядит футболка. Так, что еще? Ну, у меня тут браслетик такой вот из шунгита. Значит, ну все остальное вы видели. Сельки, кстати, сюда тоже вот эти очень хорошо подходят. Потом аромат сегодня. Потому что вы меня спрашивали, чтобы я вам показывала и ароматы, и запросы есть по помаде. Так, вот такой вот макияж. Макияж новая палетка от Ariflame. Классный получается. Ну, на мне классно смотрится, мне нравится. Губная помада. Так, давайте начнем, значит, с губной помады. Губная помада, значит, Mary Kay. Называется 3D Mark Pink. Вот так называется этот цвет. Она у меня практически уже заканчивается. Вот такой вот ярко-насыщенный розовый. И розовый, значит, карандаш. Она очень мягкая. И я даже сама не ожидала, когда я начала ей пользоваться. Я так вот как-то надавила. И она у меня сломалась. В общем, практически всегда я ее пользуюсь кисточкой. Но уже она у меня так заканчивается. Значит, и аромат дня. Сегодня аромат вот такой вот Lost in You. Это аромат от Ariflame. Значит, парный аромат. Есть такой мужской аромат. В общем-то, он у меня сейчас очень... Вот постоянно немножечко. И стало как-то лучше он раскрывается. Он такой действительно нежный. Нежный аромат. Интересный. И вот когда жарко, он, кстати, очень хороший. Очень хороший вообще. Мне нравится. Вот. Так что... Все. Вот это вот то, что вас интересовало, показало. Но самое главное, она так ярко, красиво. Белая, мягкая, очень классная футболка. Красиво смотрится. Красиво смотрится футболка. Такая вот. В общем-то, одену босоножки. И, в общем-то, будет так. Она, мне кажется, будет хороша вообще с чем-нибудь таким еще. Может быть, даже с сарафаном. Потому что верх вот здесь вообще такой красивый. Как такой сарафан. Если джинсовый, тоже будет классно смотреться. Такая вот футболочка. Сейчас, да, действительно, одежда такая оверсайз. В общем, 42-44. Если вы любите прямо в облипку, можно взять этот размер 42-44 и на размер 46. Смотрите, 46-48. Вот так скажем. Тогда она прямо в облипку. Она может быть даже и на 50 будет прямо в облипку. И она такая довольно-таки длинненькая. Но так вот свободный тоже смотрится. Смотрится неплохо. Мне нравится рисунок. Рисунок очень красивый. Вот. Так что показала вам. 7 метров. И побежала. Я здесь жарю картошку с луком и шампиньоном. Вы меня спрашивали, отвариваю я их или нет. Нет, не отвариваю. Просто помыла, порезала. И сначала так добавляю. Потом перемешиваю. И, в общем-то, они у меня вместе с луком, с картофелем обжариваются. Так что дополнительно не отвариваю. Время бежит неумолимо. Его не остановить. И уже сданы два экзамена у Насти. Это русский, математика. А я, собственно говоря, поехала в Ля Карамель. Встречаемся с девчонками по поводу выпускного. У нас, в общем, дел вот так много. Еще ничего абсолютно не решено. Самые главные там моменты, конечно, они уже решены. Но осталось. Начать и закончить, как говорится. Окончательной суммы нет. Сколько денег собираем. Что конкретно будет. Какая там фотозона, господи. Ну, в общем, как обычно, все вот просто в кучу. Вот. Так что встречаемся. Обсудим. Ну, уже откладывать просто некуда. Просто некуда. В июле выпускной. А уже... Какое число? Сейчас все быстренько пролетит. Сейчас еще загляну в Алберес. Сейчас вроде как... Мне подружка просила заказать эти через Алберес фломастеры. Я так поняла, вроде что-то там пришло. Но и смски толком не было. Это как с Боксбери в тот раз. Вообще непонятки нет. Все-таки Боксбери мне курьер принес домой. Все, слава богу, получила я посылку. Очень интересную. Очень интересную, скажу вам сразу. Посылка из Японии. С уходом. Там три средства, три продукта для лица. Японские. Ни разу я не пользовалась вообще с Японии. И мне, конечно, интересно. Там сыворотка, крем и тонер. Да, наверное, вот так будет правильно сказать. Полношина нагрелась. Ну и теперь вот с Валбересом вообще непонятно. Там еще тоже арахисовую пасту заказала. И вообще не поняла, почему деньги не списались сразу. Как-то из-за вот маркеры эти. Сначала заказывала одни. Прождала уже и подружка ждет. И они так и не пришли. Вернули мне деньги. Теперь вот обратно другие заказала. И в конечном итоге смски так и не получила. И деньги почему-то не списались. Но вроде они на пункте выдачи. В общем, пойду узнаю. Вот. Как-то так. Ну, в общем, вот так смотрится футболка вживую. При дневном свете освещение. Ну, красота. Правда, красота. Такую помаду. Чочки такие. В общем, красота. В общем, супер. Ой, что ж, бывши мои, я вас перевернула уже по привычке. Извините, я вас наклонила. Ну, ладно, я это уже называю. Я думала, что уже все. Бежим. Время. Везде же надо успеть. Зайти в Боксбери, доехать, припарковаться в Ля Карамели. В общем, ну, как-то так. Хочу вам показать уходовые корейские продукты по уходу за лицом от фирмы Верген. И первое, что мы с вами посмотрим, смотрите, как выглядит такая упаковка. И это муциновый тонер для лица. Без спирта, без спирта, мягкий тонер, содержит 68% растительного муцина. Из экстракта дикого ямса. Очень интересно. Он такой, видите, консистенции. Довольно-таки густенькой, да, гелеобразная такая консистенция. И вот этот вот экстракт заявлено, что он придает жизненную силу уставшей коже и делает более упругой и ровной ее. Мне очень интересно, конечно, попробовать этот корейский уход, потому что он направлен на увлажнение и успокоение кожи, повышение эластичности, регенерации. Будет доставлять влагу в глубокие участки кожи, укреплять эластичность кожи. Содержит гиалронат натрия и пантенол. Наносится этот тонер после очищения, после умывания кожи. И нужно вот такими немного похлопывающими движениями его вбить в кофе. И это у нас муциновая увлажняющая сыворотка без запаха. Она также содержит фитомуцин, жидкий ингредиент, который имеет большую вязкость. Такая интересная крышечка. Тоже такая консистенция гелеобразная, не жидкий, не жидкий. Эффективен для увлажнения и заживления. Здесь содержится пантенол и еще керамиды, которые укрепляют кожный барьер кожи. Пять прептидов содержится. И наносится после использования уже за тонер общий продукт. И это дневной увлажняющий крем фирмы Вигрин. Или Вигрин, или Вигрин, как будет правильно. Это у нас уже будет ежедневный крем. Этот крем ориентирован исключительно на увлажнение. Здесь SP-фактора я не нашла. Независимо, кто и где его наносит, он вообще направлен именно на то, чтобы увлажнить и не нагружает кожу. В нем содержится сквален, который помогает предотвратить кожу. Видите, все запечатано. Кроме ближайшего времени, как буду его использовать, оно интересно. И здесь у нас еще, кроме сквалена, террифен, который предотвращает развитие бактерий. А вот как раз таки сквален помогает предотвратить старение кожи за счет активного антиоксидантного действия. Содержание всех компонентов натуральное. И этот бренд представлен на ebay. Я ссылочку оставлю, где вы сможете посмотреть, поинтересоваться этим брендом. В общем, мне очень интересно познакомиться с чем-то новеньким для себя. Ну, спорт наше все. Мы выбрались снова на великах. Максим бегает, разминается. Погода наладилась. Поэтому комфортно, тепло. Мы опять на этой же площадке, около храма, около нашей арены металлург. Так что я сейчас тоже на велике кружочки понарезаю. Покатаюсь, пока он там бегает. Какое-то новое мороженое первого вкуса. Бломбир с клубникой. Мы катались, решили побаловать себя мороженкой. Вознаградить за труды. Сделано по госту. Ой, голуби тут гуляют. Клуб насадили уже. Сегодня идет целый день дождь. И если нигде только, кстати, не была. Была и на лазере. Это удаление волос. Все хожу. И что-то мне заказы клиентам не надо было развести. И снимала сегодня целый день видео. У меня дверь на балконе открытая. И там, может, все с работы возвращается. Вот такое движение прям активное. Снимала вам видео там с разными темами. С вот этим макияжем. Тестировали новую губную помаду. Новую палетку теней. Закроено, наверное, все-таки. Это дверь. Вот. И... Ох, слушайте, какая тишина. А потом еще... Заказики, посылочки снимала. В общем, вот тут новое видео в ближайшее время. Может быть, уже раньше будут. Не знаю, как тут по событиям, что раньше, в общем, упускают. Макияж. А может быть, уже выйдет. Может быть, будет. Не знаю. Ну, и Настя мне говорит, что, Настя, кстати, завтра первый экзамен по-русскому. Вот. Говорит, пошли в магазин сходим. Я говорю, под дождем? Она говорит, да, пошли под дождем. Ну, и мы, в общем, с ней приоделись. Пошли под зонтами, за продуктами. В общем, сейчас покажу, что взяли. Подзатарились. И пешечком прогуляли. Ну, что? Купила яйцо. Потом селяночка. Рис. Помидоры. Сыр. Вот такой вот. Значит, взяла. Красные цена сливки. Потом хлебцы. Еще сливки. Сыр взяла колбасный. Горячка. Ой, так все мокрое. Сумка промокла, как мы шли. О-о-о-о-о-о. Булочку Настя взяла. Потом все мокрая колбаса фирменная. Сумка тканевая. Так, это у нас, значит, печенье овсяное. Классическая. Кондитерская фабрика. Сладости для радости. Ладно, для радости. Так, еще колбаску. Все, сумка пустила. Так, тут тоже все мокрое. Бедро куриное производителя Сиднер. Еще курица. Курица. Пачка чая. Пакетировано. Еще хлебцы. Какие-то столовые, какие-то с луком взяла. еще хлебцы никто не хочет есть хлеб в общем лук кетчуп махеев взяли шашлычный большую упаковку еще пачку гречки все запасы чуть подъели и огурцы вот так при закупились маленько с ней и